Ебать. Шо вытворяет? Вася, доставай телефон, снимать будем. Субтитры сделал DimaTorzok Пробовал по ней погонять. Однако, Америка Драчер внутри меня взял своё и было принято решение замутить местный закулисный Драк Рейс Клуб. Наш клуб очень тяжело найти. Но я расскажу вам, как его найти. Для начала, надо заехать в какие-то ибени, из них выехать в другие ибени и выехать из ибени к хуям, а точнее, к самому вывороченному месту трассы с самой крутой прямой в мире, ошибки на которой наказываются вылетом нахуева. Далее классические подготовительные процедуры. Въебали собачьего корма, спайзов, воды из туалета или чего вы там любите, и начинайте выстраиваться ровно по линии. Заставляйте рыжего считать время до старта и газуйте, что есть силы. Казалось бы, победа в кармане, но меня угораздило слететь с прямой дороги. Ебать, та просто мышка лаганула. Настояв на рестарте, я перелетел через гору, как первоклассник, через рули своего первого велосипеда и рванул к своим оппонентам, попытавшись удивить их моднявым полицейским разворотом. Когда-то я наблюдал за своим дедом, пока тот спал. Он проснулся и спросил у меня, не ебану-то ли я людей так пугать, а потом рассказал, что если смотришь телевизор, а его начинает накрывать от дешевого героина, то ебань его по боку, чтобы в себя пришел. Телевизор я с тех пор так и не смотрел, так как я с тарочками не связываюсь, однако, теперь это мой постоянный способ починки двигателя на ходу. Так вот, я ебанул машину, чтобы вкатывало быстрее, а она скинула меня нахуеван. Больше я так делать не буду. Было дело, я ехал в 70-х и наворачивал пончики, мне позвонила мама и сказала не есть, а то аппетит перебью, я охуел и подавился, а потом оказалось, что я просто заснул под гаражом и бомж сыт мне на лицо. Однако, здравствуйте. Я снова собрал свою ассета Корса Старганг и вот как все было. Я встретился с Скайлайном, из боксов выезжали. Потом мы разбивались на пидаров наезжали. Скайлэндрифт тонул супер, а у меня не вышло. На почту Ауди спешит, ей письмо там пришло. Мы с бандой занюхивались пизженной с пайсухой, в то время, как к нам пришла охуенная идея творить добро и повысить уровень безопасности, став лежачими полицейскими. Что круто, мир не без добрых людей, к нам присоединилась рандомная Тойота, которую мы впервые встретили. И бать, вот и первая ложня, ой, точнее нарушители. Ну вы только взгляните на эту, милоту, он тормозит. Ба-бах и бать, авария, ужас. Говорили же, медленнее едьте. Не кажется ли это вам, что эти материалы являются прямым доказательством бессмысленности и вреда лежачих полицейских? Передавайте Путин. А чё дальше было? А чё ещё может быть на этой трассе? Школьники, которых я научил пиздить, деньги набухло, курить и шляться с пасухой, слегли после одного из многих пати-хардов. И чтобы меня не загребли ментуросы, мне надо кататься по лесам с маньяками и бомжами, как вот этот оранжевый БМВ. Пидарос укусил меня, когда я отошёл поссать, и теперь я пытаюсь дать ему пизды, чтобы место знал. Но как знают опытные зрители, пизды в этой игре получаю только я. Но как вы знаете, даже эти, кто получают пизды, должны сами её кому-то давать, самовыражение ради. Поэтому я решил наехать на зелёный лотус. Однако, лотус был особо обидчивым и заехал мне в ответ, и я официально стал самым отпизженным на этом сервере. После чего в нашей отбито-отпизженной банде начались моменты неловкого молчания, а сами мы ехали чинить ведра. Как вы уже знаете, Лейк Луис, естественная среда для горных гномов, которые портят гонки и вообще главные, противники автоспорта. Лотус увидел одного, тот побёг, а лотус нырнул за ним в озеро. Что случилось в озере? Мы дали пизды друг другу, а гномов там не нашли. Спустя несколько дней, я снова зашёл в ассета, корса, настроил всё как надо, прям вот чтобы заебись было, и чтоб ну ваще короче, ну вы поняли, да, ну ваще чтоб, сечёте фишку. И вот поехал, значит на трек. А на треке пиздец, коробка начала ебловать, просто жопа. Пацаны, да я охуел, как коробка ебловать начала. Думал, ну шо за хуйня, почему коробка ебует, я ж переключаю, сцепление жму, как сука, а оно не идёт да не идёт. А короче всё от того, что я ссан яутист и забыл отключить авто. Клач, так что сосни, ассета, тебе меня не взять. Хотя ты и не пыталась. Блять, да что за хуйню я только, что написал сюда. Ну, если в двух словах о том, что там было. То после покатушек на надоевшем местном рисовозе, я решил, что я гонщик и что мне необходим автомобиль требующий навыков, который я разъебал в треск с первым же поворотом. После чего, мы обнюхались из женого Бензика и сжёной на костре резины, закусившей парой дохлых крыс, что завалялись у меня бардачке. Потеряли сознание, после чего оказались выброшенными нахуй на подтрековые тропы для ссанных наркоманов, так как кто-то из нас засорал трековую стоянку. Виляя по дороге, отталкиваясь от стен, мы добирались домой, чтобы отдохнуть от этого ебловства нахуй. Ну а что я вам могу сказать? Не нюхайте Бензик. Не ешьте спайсы и дохлых крыс. Не слушайте вообще нихуя из того, что я говорю тут, в школе, если вы не хотите умереть нахуй в этот же день. Подписывайтесь и лайкайте, иначе спизжу ваши вебса и айфон. Спасибо за просмотр. Целую, с покиноки.